Я ловец дронов. Новый влог у Илла Смита уже на канале. Ссылка в описании. Ты официально потерял дрон. Так что, поедем искать дрон? Большое спасибо за вашу активность на Патреоне. Мы это очень ценим. Кехнофторник в 368. Бустетборд мини-эс. 22 июля 2015. Скейтборд с мотором. Прожив в Нью-Йорке уже 17 лет, ничто не изменило мой способ взаимодействия с этим городом больше, чем покупка бустетборда. Бустетборд серьезно не изменился с его появления. Они сделали вторую версию, в которой чуть лучше блютус-соединение, а небольшая водозащита, но сейчас и изменится. Потому что внутри этой коробки... Привет, Кейси! Это Бустетборд мини-эс. Мы открываем его продажу во вторник, 17 апреля. Наслаждайся! Бустет! Бустетборд мини-эс. И знаете, за все время моего жесткого использования бустетборда, у меня было всего две жалобы на бустетборд. Две. Номер один, это его цена. Надо немного снизить цену бустет, это так дорого. Номер два, это размер. Он как Кадиллак, на нем ты король улиц, но если с ним путешествовать или делать что-то, кроме езды на нем, это довольно неудобно, так что... Вау! О мой бог! Есть электроскейтборды и есть бустетборды, и не без причины бустетборды находятся отдельно. Эти штуки просто невероятны. Посмотрите на качество его сборки. Давайте сравним их на контрасте. Сравнение размера и ощущений. Вот обычный скейтборд. Вот обычный бустетборд. А вот бустет мини. Одна из раздражающих вещей в бустетборде, это пытаться носить его вертикально, вот так. Приходится держать его на весу, вот так. В сравнении с обычным скейтбордом, плечо просто расслаблено, все очень естественно. Но так можно и с бустетмини, он тяжелый, но все равно это естественно. А этот тест я назову переносимость. Пере-носимость. Насколько просто переносить эти скейтборды? Сравнение переносимости. Вау! Ничто в нем не похоже на старый бустетборд. Бустетборд, кроме звука, который слышно, когда жмешь на курок. А в остальном поездка абсолютно отличается. Хочешь его опробовать? Да, я хочу. Но мне нужен пульт. Итак, вроде как дождь на улице закончился, так что я перенесу этот первый взгляд на бустетмини в открытые условия. Подождите, подождите, взгляните на этого парня. Как дела? Эй, не забывай, я тебя люблю. Ха-ха-ха, это невероятно. По ощущениям он очень отзывчивый. Мотор кажется таким же мощным. Тормоза такие же крепкие. Это очень-очень впечатляющий девайс. Первая моя реакция. Все очень круто. Итак, это очень-очень-очень-очень-очень... Очень... Очень впечатляющая штука. Наверное, самый задаваемый вопрос насчет этой штуки это сколько она стоит. И она стоит невероятных 750 баксов. Невероятных, потому что, мне кажется, вторая версия бустета с увеличенным расстоянием стоит около 1700 долларов или что-то вроде этого. А эта штука 750 баксов. Я не поверил, что реально 750 баксов и решил им позвонить. Как думаете, люди сойдут с ума, когда узнают, что он стоит всего 750 баксов? Мне кажется, люди потеряют голову. Ха-ха-ха, мне тоже, мне тоже. Потому что, ну ты же видел доску? Она потрясная. Она классная. Окей, вы это слышали не первые. Эта штука всего 750 баксов. 750 баксов за эту штуку. Это гораздо лучше, чем я ожидал. Да, я тоже. Это неполноценный обзор. Это всего лишь первый взгляд на Boosted Board Mini S. Когда я проведу с ним больше времени, я сделаю нормальный обзор. Спасибо за просмотр этого очень спонтанного, технологического... Тех... Как мы это называем? Тех... Техно-вторник. Техно-вторник. Увидимся на следующей неделе в следующем техно-вторнике. Хотя, наверное, завтра тоже будет техно-вторник, потому что сегодня все сбилось из-за этой штуки. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И оцените нашу работу лайком. А Boosted Board Mini дороговато для наших реалий, но выглядит он просто потрясно. Согласны? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова